Этот год, он полное ограничение в этой связи. Как сказались и сказались ли ограничения лично на вашем творчестве в этом году? Вы знаете, год я, по сути, живу в Питере. Я живу в Москве, но в Москве очень жесткие карантинные условия. В Питере все-таки помягче. И народ тут помягче. Тут меньше приезжих. И тут народ, традиции ленинградские все-таки соблюдается. Я за это время написал три сценария полного метра для своего сына Ивана. Два. И так, на всякий случай, как бы для себя, ну, посмотрим. Называется «Убить продюсера». Хороший название, да? И написал четыре синопсиса еще на сериальную продукцию. Вот. Ну, пока что написать и написал, но предлагаю. Ну, так, виловато идут отзвуки. Потому что все не понимают. Во-первых, денег нет. Во-вторых, боятся снимать. Масок уже сейчас не соберет большую, правильно? Да, да. Или будут на мордниках, или будут всех бегать с этими тестами и температуру проверять каждые 10 минут. Понимаете, конечно, планета сошла с ума. И это бьет и по образованию, и по детворе. Ну, разве можно детей оставлять без коллектива? Это же безобразие. Потом кино. Кино мы потеряли. Российское кино. Называю Россию. Не русское. Российское. Сразу после того, как начнутся вот эти ельцинские времена безумные. Так называемое кооперативное кино началось. Чудовищное было. Снимали кино все подряд. Были деньги. Он был начальником, допустим, лесозавода какого-нибудь. И он обязательно считал, что он кинорежиссер. Деньги есть. Он снимал кино. Писал сценарий. То есть деградация пошла полная. Коль я написал три года назад для выдающегося продюсера нашего Владимира Николаевича Достоля, это лучший продюсер, человек, который сохранил Мосфильм от разграбления имени Чубайса. Я написал 24 серии игровых про Сталина. 24-й год по 53-й. Поэтому я хорошо знаю историю кино в 30-е годы, когда каждый фильм Сталин принимал лично. И знаете почему? Потому что он говорил так. Кино не только искусство, сколько идеология. Мы потеряли кино, мы потеряли идеологию, мы потеряли нравственность. Тогда каждый советский фильм, почти каждый, ну, когда уже «Маленькая вера» началась, это все началось, вот эта чернуха. А так каждый фильм нес положительный заряд в публику. Все песни, которые в застолье исполняли русские люди, ну, россияне, не люблю это слово «россияне», сразу ассоциация с Ельцином, пели за столами, все песни шли в народ из фильмов. Понимаете, насколько была мощная идеологическая подоплека нашего советского кино. Ну, вы, наверное, знаете, что Америка с помощью Голливуда завоевала в итоге планету. Потому что был насажден лучший полицейский, это американский, лучший президент американский, самая красивая женщина-американка. Даже если у нее сиськи все отрезаны, или все остальное накачано, или перекачано, все равно навязывалось, что Америка превыше всего и лучше всего. И мы потеряли, в общем, свою страну. Если мы сейчас не восстановим русское кино, российское кино, то мы потеряем идеологию. Сейчас, обратите внимание, ведь мы говорим про кино, а поэзия исчезла. Уже книжки поэтические, они не модные, не издаются. Литература, как таковая, тоже обмельчала, и идет какой-то полуфабрикат. Там два-три писателя выскакивают, их тут же раскручивает телевидение, не буду называть фамилию, чтобы не навлекать на себя гнев. Раскручивают, хотя это очень посредство литературы. Это не советская литература, это не Бондарев, Юрий Васильевич, по-моему, звали. Замечательный наш фронтовик. Это не Федор Абрамов. Понимаете, была литература. Булгаков, Михаил Франатович, я уже называю такие знаковые фигуры. Мы потеряли литературу и теряем кино катастрофически. Кино спаслось благодаря во многом, после кооперативного кино, благодаря телевидению. Ведь стали исчезать профессии сценариста, режиссера, костюмера, гримера, реквизитора. Понимаете? А сериальное кино, в общем, как бы там, особенно в первом году. Не сегодня же сериальная продукция, нет. А вот, скажем, 5-10 лет назад другая была продукция, даже сериальная. Я помню, у меня был фильм «Мои кроты». Допустим, я люблю эту картину. Или «Соньку золотую ручку», я сам писал сценарий, сам снимал. Понимаете? Были другие фильмы, другие деньги и другое отношение публики к телевидению. Там смотрели не для того, чтобы увидеть, как какая-то накаченная губами девица рассказывает, как ее избивал муж, или как она обманула одного, третьего, пятого мужика, или незаконно рождено, как она пыталась утопить ребенка. Понимаете? Идет деградация душевная, нравственная деградация России. Это надо как-то с этим... Ну, если не бороться, какие-то шаги должно государство предпринимать. В противном случае, мы превратимся в скотов. Хотя скот иногда бывает разнее, чем человек. Виктор Иванович, а вот на ваш взгляд, что отличает русское кино от кино, скажем, западного, азиатского? Западное, азиатское. Я азиатское плохо знаю, хотя очень хорошо отношусь к японскому кино. Я считаю, что из азиатского кино самое интересное кино. Да, я еще имел отношение в советское время к двум фильмам. У меня был фильм «Приключения пингененка Лоло» мультфильм. И Мита снимал, по моему сценарию, назывался «Шаг». О том, как советская вакцина спасла Японию, вакцина не сегодняшняя, а полимеритная. Спасла Японию от вымирания, по сути. И как вот эта конкретная была борьба. Поэтому японское кино я немножко знаю и люблю, где японское кино. А чем отвечать на ваш вопрос? Русское кино отличает тем, что каждый художник, сценарист, режиссер пытается понять глубину человеческой сущности. То есть нужно понять, чем живет, какими моральными критериями он пользуется, на что ориентируется. То есть сердце, душа. Не внешний такой рисунок, а глубоко внутренний. Вот с чем мы отличаемся. Вот вы вспомнили те времена кооперативного кино, когда снимали фильмы те, у кого есть деньги. Снималось до 500 фильмов в год. Представляете? Шлепали как могли. Ну да. А вот в более поздние времена, вот уже в 2000-е годы и в наше время, кинематографические технологии стали доступны благодаря цифровизации, благодаря всем вот этим гаджетам. Смотопаратам, камерам. Это же с одной стороны размывает тоже профессию, то есть сделает ее более доступной. А с другой стороны, есть ли в этом какие-то преимущества во всех современных технологиях, на ваш взгляд? Я считаю, что кадр есть кадр. Сценарий есть сценарий. Без хорошего сценария вы никогда не сделаете хорошую картину. Профессия режиссера, работа с актером, с гримерами, с костюмерами, реквизиторами – это профессия. Понимаете? Причем, чем лучше ты знаешь эту профессию, тем тоньше ты чувствуешь сценарий, тем у тебя лучше результат получится. А цифра – это скорее, ну как сказать, внешний рисунок. Ты с помощью… Вы же никогда с помощью вот показываете. В этой чепухе никогда вы не снимете кино хорошее. Надо монтировать. Нужен звуковой ряд, нужен хороший композитор, нужно хорошее озвучание актерское, речевое. Тогда, понимаете, получится история. А если тяп-ляп, то хорошая продукция. Это будет деградация, дискредитация будет искусства как такового. Она уже сейчас есть, дискредитация. Она идет на полную мощь, к сожалению. Я говорю еще, если государство не отумается и не скажет, что кино – это… Сейчас вот Бурляев Николай Петрович, кстати, такую задвинул компанию, чтобы кино вышло из Министерства культуры, а стало Госкино России, когда-то было Госкино СССР, еще с 30-х годов, даже во время войны оно сохранилось. Госкино, потому что кино – это промышленность все-таки, это индустрия. Не просто снял на коленке и показал что-то себе любовницам или маме, или детям. А кино – это… В советское время вспомните, каждая деревенька, каждый поселочек обязательно показывал наше кино. То есть была киносеть мощная, кинопрокат был удивительный. Аналогов в мире не было. Американцы всегда продавали в другие страны, хотя внутри Америки они тоже крутили свои фильмы успешно. А наш кинопрокат аналогов не имел советский. А сейчас перекупили, отдали частные руки кинотеатры, и в результате что получилось? Проще купить за 5 тысяч долларов американскую копию и показывать для зрителей, чем купить отечественный фильм. Тем более, что, понимаете, когда Михалков снял эту картину по Бунину, когда я спросил у него, а сколько ты копий? Он говорит, да дофига. Говорит, сколько? Ну, почти 100 копий сделал. Когда в советское время фильм получал третью категорию, ему давали тираж 600 копий. Это 800, извиняюсь, не точно. 800 копий. Если третья категория – низшая. То есть и то 600 копий картина получала. А если вторая категория – 1600. А если первая, то 2800, по-моему, копий делалось. Представляете, сколько делалось копий, чтобы зритель смог посмотреть? Из-за ограничений, которые… Вы сказали, что если на улицу выйдешь снимать массовое сцены, просто натурные съемки, тебя нужно снимать либо на фотоаппарат, делая вид, что ты просто снимаешь не кино, а так что-то любительское, либо тут же тебя подбегут, начнут кошмарить масками и прочим. То есть, скорее всего, к кино уйдет опять в съемочные павильоны. А если нет больших бюджетов, то, скорее всего, уйдет такое малобюджетное кино. Отразится ли это на сценарной работе? На ваш взгляд, могут быть более востребованы какие-то определенные жанры, например, какие-то камерные лирические истории, снятые в интерьерах? Нет, это все равно будет ущербно. Понимаете, без выхода на натуру никакое кино, в общем-то, интересное. Я люблю театр, у меня самого 16 пьес написаны, все поставлены, особенно в советском. Но все равно, когда вы в театре, вы приходите в театр на ограниченное пространство. А кино как бы уже психологически требует выхода на натуру из этих декораций. Поэтому нет, все равно это будет посредственность и ущербность кино. На ваш взгляд, каким должен быть кинематограф в ближайшее время, если все будет? И как, на ваш взгляд, какой ваш личный внутренний прогноз, ваши ощущения, куда будет все двигаться, в том числе и в кинематографе? Оно должно двигаться, во-первых, оно должно быть хорошо финансируемым. Если деньги не будут даваться, то будут снимать на мобильный телефон. А так, конечно, нужно, чтобы кино было богатым по возможности и по сюжету, чтобы сценаристы, заканчивая сценарный факультет в ГИКе или в Китае, в Питере, чтобы они не ограничивали себя финансово. Понимаете? Чтобы понимали, что за этим стоит государство, что это пойдет к зрителю. И зритель будет аплодировать, хотя сейчас русское деревье фактически уничтожено. Сейчас идет какая-то безумие, уничтожается основа крестьянства. По-моему, кто-то... А Сталин тот же говорил. Если не будет крестьянства, Россия погибнет. Крестьянство – это хлеб, крестьянство – это земля, это устои традиционные. Смотрите, сейчас рабочего класса, по сути, не осталось. Все стали менеджерами, банковскими клерками. А рабочий класс, как таковы, уничтожен. Да, не будем сейчас глубоко копаться, потому что заводы уничтожены, развалины. Вот так и получается. Нам нужно думать, чтобы кино было добрым и дающим людям надежду, а не отчаяния и страх. Вы знаете, вот сейчас вот эти баронамасочные, бароновирусный этот период, он в людях вселяет страх и панику, а это убивает иммунную систему. А это надо, наоборот, поднимать дух и силу, крепость России. Другого выхода нас просто нет. И с помощью кино, ну, если не в первую очередь, одна из первых очередных таких искусств нашего отечества. А лично ваш секрет, как вам удается, вот в эти, когда все охвачены, этой вот медиадемией, или как ее называть, инфодемией, как некоторые ее называют, как вам удается? Шизофрения уже такая. Секреты здоровья. Я, во-первых, работаю много, во-вторых, я стараюсь от себя это отодвигать, и я не замечаю это. Для меня это, я проведу, это очень дурной голливудский фильм. Я смотрю, как на это фильм, который американцы сделали, сейчас пытаются с помощью этого фильма в очередной раз покорить планету. Я так считаю. Скорее всего, это похоже на правду. Виктор Иванович, что бы вы пожелали участникам Русского кинофестиваля? Это в основном молодые кинематографисты, это представители русского, российского авторского кино. Ну, авторское кино для меня немножко такая странная формулировка. Мне кажется, авторское кино должно быть и для публики тоже. Но если делаешь для себя, и для детей, для папы, для мамы, то авторское. Дома покажи его на коленке, и все. Нет, это должно быть широкого проката кино. Нет, я поправку сделаю. Авторское, вот в нашем понимании, это автор сценария, он же является и режиссером. Нет, я против этого. Понимаете, профессия режиссера и автора все-таки есть исключения. Вот я к такому исключению отношусь. Я и пишу сценарий, сам снимаю. Но я до того, как я стал режиссером, у меня было снято 50 с чем-то фильмов, по моим сценариям. Сейчас 72. Я как режиссер снял 12 фильмов. Надеюсь, моя мечта сейчас снять, я же донских корнею по рождению, моя мечта снять сериал «Красный Дон». Сценарий написан на России один уже лет 7 назад. Но пока что, говорят, не надо. Но жалко, жалко. Поэтому я могу советовать ребятам, которые занимаются кино, которые будут участвовать в вашем киносестивале, пожаловать, во-первых, любить страну, любить людей, не обозляться и не пугать им всякими чертовщинами, всякими страхами, охами, что все хреново, все, а будет еще хуже, понимаете? Зачем жить, если ты пропагандируешь, что будет еще хуже? Будет лучше, лучше, лучше. Только плюс. И не сдаваться, не останавливаться. Работа, только работа спасет нас. Только вера в хорошее будущее. Не светлое, светлое будущее уже, как штамп знаний. Хорошее, достойное будущее. Россия всегда была независимой и очень сильной державой. Она всегда была особняком во всем мире. Но Китай по-своему особняк, не хочу с Китаем сравнить, не дай бог. Мы по-своему. Мы более свободолюбивый народ и более душевный народ. Духовно богатый, чем остальные народы, с моей точки зрения. Вне зависимости от национальности, которая населяет нашу Россию. Русские, евреи, башкирии, татары. А татары вообще, они ассимилируются совершенно уже в Россию. Понимаете? Это многонациональная, очень дружная страна. Друзья, с нами был участник Русского кинофестиваля 2018 года Виктор Иванович Мережко. Храни Господь вас. Удачи и стойкости, крепости духа. Русского кинофестиваля Русского кинофестиваля Русского кинофестиваля Продолжение следует...